Идея организовать Аллею Славы принадлежит владельцам торгового центра технической направленности и сообществу московских мотоциклистов. В советские времена у нас были достаточно сильные традиции по таким мотоспортивным дисциплинам, как мотокросс, мотобол, спидвей, спидвей на льду. Но с тех пор многое изменилось. И у нас в целом мотоциклистов мало, а мотоспортсменов еще меньше. Это нужно как-то развивать. Задача, как и любого другого спорта, это людей объединять и людей оздоравливать. Инициативу поддержал президент видновского металлурга Валерий Нефантьев. Знаменитый мотобольный клуб удостоился первой звезды на Аллее. Положено хорошей традиции. Дело в том, что технические виды спорта, к сожалению, не очень освещаются в средствах массовой информации. Да и на телевидении, кстати. И поэтому вот это может быть, будет дан толчок для того, чтобы увековечивать в истории, а не хотят сделать, как будет называться, Аллея славы мотоциклетных звезд России. На торжественное открытие были приглашены почетные гости. В своем выступлении заместитель главы администрации Ленинского городского округа Татьяна Квасникова отметила, что для муниципалитета это очень важное событие. В России это точно совершенно, вот подобного ничего нет. Поэтому спасибо всем, кто задумал, кто создал, кто будет продолжать эту звездную дорогу. Вы знаете, вот эти спортсмены, они не просто достойны, а так должно было быть. Как рассказали организаторы, идея проекта направлена на популяризацию мотоспорта в России, а также поддержку талантливых спортсменов. Наталья Буслаева, Сергей Ларин, Елена Кошелева, ВИДНЭТВ. Спасибо.